Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Ашматковой. Сегодня у нас в гостях Анна Витальевна Громова. Здравствуйте! Здравствуйте! Анна Витальевна, председатель наблюдательного совета Фонда Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество, заместитель председателя императорского православного палестинского общества, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель Международного центра благотворительность в истории Института всеобщей истории РАН. Здравствуйте еще раз! Здравствуйте, Нашенька! Очень рады познакомиться с вами и встречать вас на телекомпании Одинцова. 15 сентября в Одинцовском городском округе пройдет 8-й Елисоветинский крестный ход. Конечно, бы сегодня хотелось поговорить об этом событии. В этом году он приурочен к 155-летию со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Лисовете Федоровне и к 145-летию со дня рождения священномученика Сергея Махаева. Почему важно помнить об этих святых и как они связаны с Подмосковьем? Анна Витальевна. Вообще человек так устроен, что всегда он, что бы он ни говорил, в каком бы он ни находился в возрасте, в каком бы он ни был месте, всегда душа человеческая устроена так, по-евангельски, что она всегда тянется к добрым примерам. И мы всегда невольно или вольно в жизни ищем такие маячки, чтобы показать, а как люди поступают в этой ситуации, а как раньше поступали в той или иной ситуации. И мне кажется, что Господь прославил подвигами святую преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну, как нашу ближайшую современницу. Потому что мы знаем, что она погибла в Алапаевске от рук большевиков в июле 1918 года. И, собственно говоря, прославлена уже достаточно давно, в 1981 году в Русской зарубежной церкви и в 1992 году в РПЦ. То есть это такая святая, которую мы знаем давно, и жила она от нас в недалеком прошлом. И именно поэтому все деяния и жизнь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы перекликаются с теми задачами, проблемами, которые мы часто решаем в нашем обществе, в нашей личной жизни, с теми решениями духовными, которые нам приходится принимать в жизни. Это и отношения с нашими близкими, и это отношения с нашими детьми, и это наш общественный долг, и профессиональный долг, и гражданский, и воинский долг, и так далее. Поэтому практически каждый из этих вопросов находит свой ответ в жизни Елизаветы Федоровны. Именно поэтому уже почти 10 лет назад, когда нам пришлось принимать, как бы мы, что ли, оказались достойны, так скажем, принимать участие в восстановлении приходской жизни в бывшей усадьбе, усадьбе великой княгини Елизаветы Федоровны, великой князь Сергея Александровича Усова-Ильинская, мы поняли, насколько мало, на самом деле, мы знаем о том, что сделали эти люди для нашей страны. И нам показалось очень своевременным и нужным об этих судьбах рассказать. Тем более, что, слава Богу, история и даже все те сложные, тяжелые исторические события, которые нам пришлось пережить всем в 20 веке, они, тем не менее, оставили некие следы, которые свидетельствуют о благотворительной деятельности Елизаветы Федоровны, о ее просветительских трудах. И, собственно говоря, почва и поле для нашей деятельности было. И мы с удовольствием включились в эту работу, и сейчас уже как бы сформировалось такое елизаветинское сообщество, как мы его называем. Это большой круг организаций, не только церковных, но и общественных, и просветительских. Но в первую очередь, конечно, это большие монастыри. Наверняка многие из тех, кто путешествует по стране, кто интересуется историей, сталкивались с тем, что у нас есть большие монастыри, посвященные Елизавете Федоровне. Это Минский монастырь, это Калининградский монастырь, это монастырь в Святой Земле, в Гефсимании, в храме Марии Магдалины, он формируется вокруг храма Марии Магдалины, который в свое время построили дети императора Александра II в честь небесной покровительницы своей матери, императрицы Марии Александровны, которая в свою очередь была, естественно, матерью великого князя Сергея Александровича, и тоже, в свою очередь, была гессенской принцессой, так же, как Елизавета Федоровна, императрица Александра Федоровна, были урожденными принцессами гессенскими и рейнскими. То есть они родились в Германии в земле Гессен. Но чтобы вам было понятно, что такое земля Гессен, это Дармштадт, Висбаден, Батнухайм, Франкфурт-на-Майяне, это вот все земля Гессен. Так что, возможно, многие из вас и были в этих святых местах. Особенно интересен, конечно, для нас Дармштадт, как место рождения Елизаветы Федоровны и Александры Федоровны, и прекрасный храм Марии Магдалины, который был построен государьем-императором Николаем II для своей супруги, чтобы, когда она посещает своих родных, мама у них умерла рано, а вот отца, герцога Людвига и своего брата Эмста, они посещали регулярно. В Дармштадте они, это Елизавета Федоровна и Александра Федоровна, и, конечно, они, как православные государыни и великая княгиня, они должны были иметь место для молитвы. И вот такое место было создано, что характерно, на русской земле, потому что проложили даже маленькую железнодорожную ветку, по которой привозилась земля из разных губерний России, и эта земля легла в основу всей стройки, и фундаментом стали те святые части русской земли, которые привезли специально в Германию для строительства этого храма. Но что касается нашего Усова-Ильинска, то, возможно, многие из вас знают, что историческая усадьба сохранилась, что сохранился полностью Ильинский храм в селе Ильинское, сохранился Спасский храм в селе Усова. Но, к сожалению, мы сейчас не можем его видеть, хотя должна всех порадовать. Он восстановлен, потому что после советского периода он находился в плачевном состоянии. Там была снесена звонница, купола, он был превращен в государственную дачу, и там была спальня в алтаре и так далее. Но вот усилиями нашей общины так получилось, что Господь сподобил меня, я уже больше 15, почти 20 лет староста нашей общины, Спасского храма. И когда случился дефолт, и стало понятно, что храм, который восстановлен усилиями многих людей, Спасский храм в селе Усова, останется на территории резиденции, будет отгорожен забором и будет домовым храмом резиденции. Что, на самом деле, тоже очень неплохо, потому что службы там происходят. Владыка Тихон Шевкунов там часто бывает, служит божественную литургию. Часто это бывает приурочено к приезду различных международных делегаций, делегаций дружественных церквей. Так что мы слышим из-за забора колокольный звон и не унываем. Тем более, что заботами нашего премьер-министра в то время Владимира Владимировича Путина нам дали гектар земли в нашей общине и еще и помогли благотворителями. Так что мы очень быстро вместе с Роснефтью, тогда Сергей Богданчиков был во главе, который немало усилий приложил, причем и личных тоже. И мы сейчас о них молимся, о Сергее, его супруге Татьяне, об их детях. Мы всегда молимся их небесным покровителям, о их благополучии, как благотворителей, ктиторов этого храма. Так вот, вы многие знаете, это Рублевское шоссе 101. Очень многие знают это место, бизнес-центр такой. Вот наш поворот на Ильинское. Потом бизнес-центр, а потом такой однокупольный, очень красивый, как свечечка, белый храм. Храм этот уникальный, потому что интерьер его создавал архимандрит Зенон. Все, начиная с иконописного ряда в алтарной преграде, прекрасные белокаменные работы были спроектированы архимандритом Зеноном. Прекрасное прикладное искусство, которым гордится наш храм, потому что эти вещи и подсвечники, и паникодила, и церковные бра, и элементы ковки различные. Это все выполнено, было мастерской Киреева по заданию архимандрита Зенона по альбомам Вашкова. Это знаменитейший мастер рубежа веков. Ну, как некоторые говорят, что храм построен в византийском стиле, переосмысленным через стиль модерн. Но я думаю, что архимандрит Зенон с этим не согласится. Но в любом случае, это абсолютно уникальное произведение искусства. К нам даже приезжают студенты художественных вузов для того, чтобы изучать этот шедевр современной церковной архитектуры, прикладного искусства. Вот сейчас наш храм пополнится очередным уникальным произведением, распятием работы архимандрита Зенона. Но многие из вас знают, кто интересуется церковным искусством, что архимандрит Зенон, многие его называют Андреем Рублевым нашего времени. Это уникальный мастер. Это историк, исследователь церковной архитектуры, иконописи, человек, который возрождает старинные способы и методики иконописи. В общем, это целая энциклопедия церковного искусства, наш архимандрит Зенон. Поэтому приезжайте на крестный ход. Богослужение будет у нас и в Ильинском храме, и в Усовском, в Спасском храме села Усова. Так что у вас будет уникальная возможность подняться на хоры, увидеть прекрасные росписи учеников отца Зенона, увидеть наши интерьеры, совершенно потрясающие, услышать прекрасные пения, потому что у нас чудный мужской хор. Это тоже было благословение отца Зенона, когда он закончил свою работу. Он сказал, в этом храме должно звучать только мужское пение, только мужские голоса. И мы уже 10 лет придерживаемся этого благословения, хотя это нам непросто. Вы кого приглашаете на крестный ход? Все-таки можно ли приехать целыми семьями? Можно ли взять с собой детей? Не будет ли им сложно пройти этот путь? Вот вы как советуете? Вы знаете, я как опытный крестоходец, честно вам могу сказать, что наш крестный ход из всех крестных ходов, посвященных новомученикам и исповедникам земли русской, из всех крестных ходов, посвященных Елизавете Федоровне, которых было немало в нашей практике, нашего общества, это самый короткий, самый радостный. Будет обязательно идти дождь. У нас полтавцы... Но это традиционно уже, Анна Витальевна. Это уже традиция. И снова прогноз погоды на выходные, точно такой же, как ежегодно. Да, мы закупили дождевики на всех, так что волноваться не о чем. Мы сделали прекрасные книги, посвященные священномученику Сергию Махаеву, посвященные Гефсимане, нашей любимой в Иерусалиме, Гефсиманскому монастырю, сестры монастыря прославились уже практически на весь мир своими тонкими, прекрасными духовными акварелями. Мы постарались, как могли, в нашем издании, которое мы приготовили к крестному ходу, отразить вот ту необыкновенную духовную высоту этих работ. И вот такой альбомчик с акварелями сестер храма Марии Магдалины и монастыря в Гефсимане мы тоже будем раздавать на крестном ходу. Мы приготовили всякие интересные прянички, подарочки, штучечки. Все будет очень красиво. Мастерская Черниковых привезет огромные, самовары по 10 ведер, из них будем разливать травяной чай. В общем, все будет прекрасно. А сам крестный ход, удивительное молитвенное шествие из Ильинской части усадьбы в Усовскую. Дело в том, что это тоже историческое направление движения, потому что в свое время в Ильинском, когда император Александр II купил эту усадьбу, эта усадьба принадлежала герою войны 12-го года, герою битвы при Кульме, графу Астерману Толстому. И он был такой либерал, не любил роскоши, и у него был замечательный усадебный дом, но очень простой. Каменный первый этаж, и деревянный второй, и прекрасные такие, ну что ли, пандусы, галереи, которые спускались к реке. Он был красивой формы, но очень скромный. И этот дом был без отопления. Поэтому уже в конце августа, в начале сентября семья Сергея Александровича задумывалась на тему, что нужно перебираться на теплые квартиры. А в Усове в 1892 году архитектор Родионов построил коттедж, такой зимний в английском стиле, с оранжереей, коттедж с центральным отоплением. Поэтому вся семья со всем скарбом из Ильинского перебиралась в Усово. Как раз вот в эти сентябрьские дни, которые были максимально приближены к именинам Елизаветы Федоровны. Но мы знаем, что Елизавета Федоровна была убежденной православной христианкой и не просто человеком, который избрал православие как путь спасения, но человеком, который до конца остался верен православию и прославлена она в лике святой преподобной мученицей русско-православной церковью. Мы знаем, что гессенские принцессы были по своему воспитанию лютеранками, но Елизавета Федоровна до 1891 года, когда она перешла в православие в Лазареву субботу через обряд миропомазания, то есть лютеранам не нужно перекрещиваться, они переходят, они как бы присоединяются к православию через обряд миропомазания. Это таинство произошло в домовой церкви дворца Белосельских и Белозерских в Санкт-Петербурге, дворца, который принадлежал Сергею Александровичу, который он купил для Елизаветы Федоровны и себя ко дню их свадьбы в 1884 году. Так вот, Елизавета Федоровна праздновала 18 сентября день своей небесной покровительницы святой праведной Елизаветы матери Ана Крестителя. Да, и, конечно, это был большой праздник в обоих селах. Собственно, сел было семь в усадьбе всего, но самое крупное Усово-Ильинское на двух сторонах реки Москвы. И в этот день обязательно совершалась божественная литургия, крестный ход, молебен. И мы повторяем то, что происходило в усадьбе как раз практически до 1905 года, до смерти великого князя Сергея Александровича от руки террористов в Кремле. Мы проходим тот же путь. И так же, как великокняжеское семейство со всем скарбом перебиралось через реку Москву, так же и мы. Раньше, вот все предыдущие шесть лет мы перебирались на плотах. Брали их в аренду у ресторана, который у причала, который внизу там у нас находится. Был даже курьезный совершенно случай, когда ресторан не снял свои баннеры, которые он вешал на эти свои плоты. И мы как-то не досмотрели, тоже не скрутили эти баннеры. И вот мы под флагами ресторана-причал участвовали в крестном ходе. Но там все очень просто. Там цепляются моторчики, это все очень устойчиво. Такой симпатичный способ передвижения. Но когда в прошлом году мы приняли три с половиной тысячи паломников, мы поняли, что на шести-семи плотах мы их никогда в жизни не перенесем за целый день. И поэтому, благодаря поддержке Одинцовской администрации, благодаря поддержке лично Андрея Робертовича, Эльмира Абдулбариевна в Красногорске мобилизовала тоже все силы. Они нам помогают автобусами. Они платят за прекрасную часть нашей программы. У нас будет выступать военный оркестр. Барвихинская администрация очень помогает. И там будут с Барвихинской стороны к нам придут полевые кухни. Причем будут такие разносолы и гречка с тушенкой, и гречка без тушенки, просто с луком, морковью, и наши фирменные усовские котлетки. Ну, в общем, все, красота будет. Но самая главная молитвенная радость, которую мы все получим от прохождения этого короткого благодарственного пути. Потому что наш крестный ход, он такой, есть вообще в русской традиции много разновидностей крестных ходов. Наш крестный ход благодарственный, оградительный. Что такое оградительный? Это когда мы проходим вокруг усадьбы Усовой Линской, вокруг всех сел и поселков, близлежащих деревень. Мы молитвой, общей молитвой, которая, как известно, очень сильна, и Господь слышит ее в первую очередь, когда мы все вместе собираемся для молитвы, и всем сердцем искренне взываем ко Господу и просим Его, преподобному ученицу Елизавету, не забывать о нас, не забывать о том, что нас лабиваем иногда на жизненном пути, что иногда очень трудно нести свой жизненный крест. Мы молимся о своих детях, о своих родителях. Мы молимся о том, чтобы Господь нам показал путь, потому что если мы действуем соответственно промыслу Божьему, если мы делаем то дело, которое нам предназначено в жизни, то мы счастливы. Но мы ведь очень часто блуждаем, мы очень часто ищем почти полжизни то дело, то направление, то, что приведет нас к радости, к спасению. И вот чтобы найти этот путь, мы тоже должны к Господу обращаться. И вот именно об этом всегда я, когда иду, молюсь об этом, я вижу, как рядом люди идут и тоже молятся об этом, о том, чтобы Господь спас Россию, о том, чтобы не было войны, о том, чтобы никогда не повторилась революция, о которой память еще так свежа. Потому что новомученики, исповедники Церкви Русской это люди, которые до конца сохранили свою веру, такие, как наш священномученик Сергий Махаев. Это ближайший сподвижник Елизаветы Федоровны. Человек, который 14 лет был духовником Иверской общины сестер Милосердия, попечительницей, которой была Елизавета Федоровна с великим князем Сергеем Александровичем. Это был потрясающий проповедник, духовник, очень мужественный человек, который прошел путь мытарства, гонений с 19 по 1937 год, пока он не был убит в Бутове, расстрелян по приговору в тройке. Это тоже были годы несения креста. Он проповедовал во многих храмах Москвы. Он придавал людям силы. Он укреплял людей в сложнейшей ситуации того времени. Представляете, вот с 1919 по 1937, он прошел храм Морона Исповедника, храм Петра и Павла на Екиманке, очень многие другие храмы. В результате его назначили в Богородск, в Ногинск, где он пытался сохранить церковную двадцатку, чтобы храм не разграбили, не закрыли, там одну двадцатку разгоняли, он собирал новую и так далее. То есть он был боец. И за это был приговорен к расстрелу, за исповедание веры, и был убит на Бутовском полигоне. Вообще, это была чудная семья, которую очень любила Елизавета Федоровна и великий князь Сергей Александрович. Его отец, отец Константин Махаев, отец священномученика Сергия, 50 лет был настоятелем Спасской церкви Силаусова. Представляете, вот на территории усадьбы стоял этот храм Сергея Александровича и Елизавета Федоровна, можно сказать, когда бывали в усадьбе, всегда его видели, всегда молились вместе с ним в Спасском храме. И на их глазах подрастал Сергей, потому что разница у Елизаветы Федоровны с Сергеем Махаевым была 10 лет. То есть в 1984 году Елизавета Федоровна приехала, ей было только 19 лет. Вот ей только осенью исполнится 21 ноября. Она 1864 года рождения. А Сергею Константиновичу, то есть маленькому Сереже, было 10 лет. То есть он возрастал на ее глазах, она видела его чудесную душу, его трудолюбие, его искренность, его веру. И он потом, впоследствии, оказался ее ближайшим сподвижником. Он помогал ей в императорском православном палестинском обществе, которое возглавляла Елизавета Федоровна после смерти Сергея Александровича. Он помогал ей в московском отделении Красного Креста. Он окормлял иверскую общину, которую она опекала. То есть это был человек, которому она могла доверить все и в первую очередь деньги. Потому что он почти на всех должностях был главным сборщиком пожертвований на Красный Крест, на христиан в Палестине. Это уже сборы императорского православного палестинского общества. Он был казначеем. То есть это был человек, на который полностью могла положиться Елизавета Федоровна. И, собственно говоря, в нашем спасском храме у нас два храма. Верхний посвящен переносу из Едессы в Константинополь образа спасания рукотворного, а нижний храм посвящен державной иконе Божией Матери. И два предела, северной и южной, посвящены, соответственно, священному ученику Сергею Махаеву и преподобному ученицу Елизавете. То есть в нашем храме внизу вы приедете, увидите, какой он оригинальный, необычный, сделанный в стиле раннехристианских храмов, практически без алтарной преграды. Очень молитвенный, похож на пещерные храмы. И вот эти два предела, посвященные Сергию, Елизавете и державной иконе Божией Матери, это живое напоминание и предостережение от самых неразумных действий, на которые нас подчас толкают сейчас и внешние силы в мире, и внутреннее нестроение, и недовольство многих людей, но, к сожалению, часто люди не представляют, каким страшным последствием может привести и нетерпение, и непослушание, и легкомысленные отношения вообще к жизни своей страны, к будущему своей страны. Поэтому, вы знаете, что державная икона Божией Матери явилась 1 марта 1918 года, когда был отрешен от власти государь-император Николай II, и Пресвятая Богородица явилась в этот тяжкий для России момент и сказала, что я теперь стану во главе. И на этой иконе изображена Пресвятая Богородица с Богом-младенцем, но с державой и с кипетром в руках. Анна Витальевна, если говорить о дне сегодняшнем, какими просветительскими музейными проектами занимается Ваш фонд? У нас, на самом деле, за плечами уже много трудов. Слава Богу, успешно завершились многие наши выставки. Мы проводили во Франкфурте-Намане в земле Гессен, допустим, такую выставку, посвященную благотворительной деятельности гессенских принцесс, то есть императрице Марии Александровны, которая была основоположницей женского образования и основательницей Красного Креста. У нее много еще других заслуг, который посвящен благотворительным учреждением был императрица Александра Федоровна, преподобному ученицу Елизаветы, это Элла и Алекс, тоже гессенские принцессы. Был посвящен Наталье Алексеевне, это тоже гессенская принцесса, которая была первой супругой будущего государя Павла I. Потрясающие шедевры присутствовали на этой выставке, участвовал более 24 крупнейших музеев, и русский, и эрмитаж, и из собрания музея Забарбайджана прибыл потрясающий ростовой портрет Елизаветы Федоровны Каульбаха, который в свое время заказал Сергей Александрович, который украшал генерал-губернаторский дворец на Тверской, 13-й, нынешняя мэрия, но во время Великой Отечественной войны это полотно отправилось в эвакуацию и так в Азербайджане и осталось. Но это уникальный совершенно красоты портрет, люди просто приходили на вот эту линейку выдающихся шедевров полюбоваться. Немцы вообще характеризовали это так, что впервые за много, за долгие годы охлаждения между Россией и Германией впервые сломан лед. И в этот год 150-ти летия, Елизавета Федоровна, мы будем в Висбадене, в земле Гессен проводить большую конференцию, опять повезем выставку, конференцию, посвященную традициям образования и воспитания в России и Германии. Тоже очень интересно, но мы сделали огромную выставку благотворительность под покровительством операторского дома Романовых в Царицыно, она была в прошлом году на протяжении четырех месяцев. Мы делали выставку в Государственном историческом музее Москва, Святая земля великого князя Великой княгини Елизаветы Федоровны. Сейчас, вы знаете, все мы в преддверии 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского. Мы очень надеемся, что будем участниками большого федерального проекта такой всеобъемлющей выставке, посвященной образу Александра Невского. Она будет называться «Образ Святого благоверного князя Александра Невского в мировой культуре». То есть, это не только иконопись, живопись, церковная архитектура, прикладное искусство, архивные материалы, это музыка, это скульптура. То есть, это будет нечто потрясающее, если нам это удастся. Вот. И ближайшие наши выставки намеченные, мы очень хотели бы сделать, наверное, все-таки в Пушкинском музее. Мы пока еще в колебаниях между Манежем в Питере и Пушкинским в Москве будем делать выставку Романова-Меценаты. Это будет потрясающе красиво. Потому что за 300-летнюю историю дома Романовых представители царской семьи, которые были, стояли во главе Академии наук и Академии художеств, и Елизавета Федоровна одна только попечительствовала синодальному хору, филармоническому обществу, Московскому драматическому училищу, Строгановскому училищу, была личной покровительницей таких выдающихся художников, как Нестеров, Корин, Васнецов, таких архитекторов, как Щусев, Клейн. Ну, то есть, это вообще потрясающее созвездие. Если нам это удастся, это будет замечательно. Мы сейчас над этой выставкой трудимся. Сейчас у нас пройдут конференции, уже вот сейчас в октябре, ноябре, у нас пройдет конференция в Крыму, посвященная 125-летию встречи жениха и невесты Цесаревича Николая Александровича. Мы знаем, что ровно 125 лет назад, 20 октября, умер государь император Александр III, и Цесаревич Николай Александрович срочно венчался со своей нареченной невестой гессенской принцессой Алекс. Алекс для этого приехала в Крым, и в Олуште состоялась их встреча. У нас будет там закладка красивого очень камня из белого мрамора, украшенного гербами гессенского дома, российского императорского дома. И уже в следующем году общество «Двуглавый орел» хочет возвести там памятник, посвященный встрече нареченной невесты Цесаревича, и проведем очень интересную конференцию, посвященную 125-летию присоединения к православию Александры Федоровны. И вторая тема, которая нас волнует, это столетие исхода из Крыма царской семьи вдовствующей императрицы Марии Федоровны. И мы знаем, что с ней вместе отбыло в эмиграцию, в изгнание, навстречу лишениям, страшным испытаниям. Огромное количество русского офицерства, крестьянства, казачества, очень много народу тогда ушло на английских кораблях в Стамбул. И практически 19-е и 20-е годы это годы русского исхода, которым мы тоже посвятим ряд научных конференций. Очень многие издания увидят свет. И действительно эту тему мы хотим рассказать отдельно о страданиях русских в Галлиполе, в Безерте, о воинском подвиге Белой Армии. В общем, много очень интересных тем. И особое место нашего внимания это Италия, город Бари, там, где покоится мощь святителя Николая Мерликийского, которую все мы очень почитаем, Никол, чудотворца. Мы будем там делать в декабре выставку, посвященную истории итальянского и российского Красного Креста, а весной будем делать выставку, посвященную двум шедеврам Щусева, Свято-Никольскому подворью в Бари, которая была Щусевым выполнена по заказу Елизаветы Федоровны как председателя императорского православного палестинского общества. Это подворье, слава Богу, стоит, всех радует, действительно уникальный совершенно архитектурный шедевр. И Покровского храма в Марфо-Маринской обители. У нас уже есть договоренности с музеем Щусева, мы уже начинаем работу, самые красивые эскизы, самые прекрасные авторские наброски Щусева, все его кальки, всякие редкие вещи, все это увидят итальянцы. Если Министерство культуры будет к нам великодушным, то мы с радостью подемонстрируем это и в России, хотя в России уже недавно в музее Щусева совсем прошла очень хорошая выставка, посвященная творчеству Щусева, и в ней были представлены итальянский павильон Щусева, и Покровский храм, и Барградское подворье, ну и многие-многие другие. Мы знаем, что Щусев вообще такой, так скажем, был настолько талантлив, что нашел все силы сотрудничать с советской властью. И в частности Мавзолей, тот самый, о котором сейчас много спорят, на Красной площади, это тоже архитектурная постройка Щусева. Вот. В общем, вы знаете, какое из направлений нашей культуры не взять, везде всегда найдется место для новых открытий, всегда огромное поле для работы. Мне кажется, самое главное, нам не унывать, собраться всем 15-го числа на окрестный ход, воскресенье, в 9 часов начнется божественная литургия. Наш митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий возглавит. Вообще, молиться с нашим владыкой отдельная духовная радость и удовольствие. Всех приглашаю, даже те, кто не поместится в храме, у нас будут всепогодные экраны, можно будет смотреть на экраны, можно будет спуститься в нижний храм, где тоже будут экраны. В общем, мы постарались сделать все для комфорта наших паломников. И уверяю вас, это действительно будет большая-большая духовная радость и праздник. Берите с собой детей, берите с собой родителей, потому что путь – одно удовольствие. От Ильинского храма сначала идем по ровной дороге, потом спускаемся, идем по заливному лугу, тоже достаточно ровному, потом по понтонному мосту и на плотах переправляемся через реку Москву, немножко идем по Гравию, совсем чуть-чуть, и опять переходим на асфальтовую дорогу, уже переходим потом в Рублевку. В общей сложности это километров 5. То есть это вообще абсолютно неутомительно, но зато очень радостно, потому что у нас уже сейчас 6 или 7 хоров идет вместе с нами, все будем петь, будем петь по доброй русской православной традиции Иисусову молитву, тоже антифоном, это очень тоже красивое пение. И вообще познакомиться с этим феноменом, православный крестный ход, я советую всем людям, и верующим, и неверующим, воцерковленным, и невоцерковленным, тем, кто просто захочет отдохнуть в воскресный день и поучаствовать вот в таком огромном молитвенном и духовном празднике. Приходите, у нас будут самые разные возможности. В 7.30 будут отходить автобусы, вот метро Тушинская молодежная, надо будет сесть в первый вагон, выйдите, будут стоять по 3 автобуса и там, и там, с такой большой надписью «Елизаветинский крестный ход». Можно добраться из Москвы на электричке, из Одинцова, от Георгиевского храма пойдут тоже автобусы. Просто достаточно на сайте храмов Одинцовских посмотреть, и Гдебневского, и Георгиевского. все полностью организовано, все сделано для комфорта, удобства. Да, из Красногорского района тоже, у них от здания администрации тоже отходят автобусы. То есть, позаботились о том, чтобы было максимально большое количество транспорта, на котором добраться. Если хотите ехать на своей машине, вообще не проблема. Бизнес-центр, который рядом с нами, благотворитель нам предоставил всю свою огромную стоянку. То есть, там встанет все. Если вы большой семьей приедете на минивейне или еще на чем-то, тоже будет место для того, чтобы ее запарковать, оставить и забрать. В самом конце нашего праздника в 17 часов завершается уже и трапеза, и культурная программа. То есть, все то, что будет после, молебна, после крестного хода. А там, как я уже сказала, и полевые кухни, и чаепитие. Мы покажем очень интересные ролики о музеях, которые создавал наш фонд, о музее царской семьи в городе Тобольск, где они находились в заключении. У нас очень хороший, интересный ролик. О музее Волопаевске, который посетил даже святейший патриарх. Так что, там будет много таких хороших документальных, небольших фильмов. Фильм о нашей Гессенской выставке тоже вам будет, я думаю, любопытно. Так что, в общем, будет что посмотреть. Покажем обязательно фильм о священном ученике Сергея Махаеве, о его действительно потрясающем духовном, героическом пути. Впечатления, я думаю, будут самые лучшие, никто не пожалеет из тех, кто пойдет. Спасибо, Анна Натальевна. Приглашаем всех на 8-й Елисаветинский крестный ход, который пройдет уже в это воскресенье 15 сентября. Спасибо, Мария. Спасибо, что были с нами. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на телеканале ТВ, до свидания. Спасибо. Спасибо.